Девушки отдыхают И вновь интерьерный центр мебели My Place Вновь эта кухня, вновь я И это вновь самое вкусное на свете шоу Но вкусное оно получается только благодаря самым настоящим профессионалам Которых мы прямо сейчас здесь и встретим Для него фраза «ложки снег мешая» не просто вырвана из песни А это настоящий рецепт! Шеф северной кухни Станислав Ерюков Станислав Ерюков Человек, который знает 100 способов приготовления мха Спокойный, как морозный полдень И глубокий, как тайга Именно эти качества помогают ему создавать блюда Сравнимые по красоте с полотнами Леонардо да Винчи Привет! 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 Ну и сейчас мы представим твою соперницу Мне нужна будет твоя помощь, мне необходимо будет либо подписывать, либо просто мне поаплодировать Потому что сейчас будет исполнена ее любимая песня Вот такая Я на солнышке лежу Знаешь ее? Я на солнышко гляжу Все лежу и лежу За кастрюлями слежу Это в ее версии именно такие слова Шеф южной кухни Татьяна Константинова Татьяна Константинова в детстве ела перец чили вместо конфет Ее блюда бьют по вкусовым рецепторам с такой мощью, что Аполлон обменял бы свою кефару на ложечку ее икры из огненного баклажана Если она готовит щи, даже капуста начинает кричать горячо Доброе утро! Ну вот мы вновь в замечательной команде Сегодня будем готовить невероятное блюдо Мы пока не знаем, что вы задумали, но знаем главный ингредиент, который сегодня вам достался Что же это? Лаванда Лаванда! Шефы готовят блюда, в основе которых один общий ингредиент Остальное на их выбор Главное, чтобы эти блюда имели южный или северный характер В конце каждого выпуска работу шефов оценят тайный гость и профессиональный эксперт Одни тараканы, ни одного клиента Роман Лужный, профессиональный ресторанный хакер, способен раскритиковать шефа так, что тот на неделю перейдет на сыроедение от смущения С добычей информации у него все в порядке Ведь даже если закрыть ценные рецепты на семь замков, он их взломает одним взглядом Я смотрю после прошлой передачи, Леха-то пару килограммчиков-то набрал Стас, что сегодня у тебя? Сегодня у меня будет лавандовый бисквит с паштетом из куриной печени И будет карамельный лучок со смородинкой А, там шишки у тебя еще есть Шишки мы положим на декор Все, звучит невероятно аппетитно, я безумно рад, Таня не сильно, потому что не ест печень Значит, в твоем блюде печени не будет, но что же в нем будет? Насколько вы поняли, что я про нежность Сегодня мы попробуем приготовить лавандовые сырники Мне кажется, это потрясающее блюдо на завтрак Да, запоминайте рецепты, запоминайте весь процесс Мы начинаем, поехали Ну что, приступаем Я начну с бисквита Таня, с чего начнешь ты? Я начну готовить лавандовый сироп Для этого нам потребуется сахар и вода в соотношении один к одному Для того, чтобы он получился достаточно сладким Лаванда вообще как бы очень интересный продукт, очень ароматный Изначально как бы использовали для ароматизации помещения, для лечебных свойств Даже сам Гиппократ говорил, что лаванда может вылечить от головной боли Таня, а вообще расскажи, ты с лавандой знакома? Это было невероятное путешествие на лавандовое поле Головокружительный запах, аромат этой лаванды Все приезжали оттуда пофоткаться, а я просто легла и наслаждалась невероятным ароматом Заводимся Часто ли приходится добавлять какие-то такие невероятные элементы? Но не все хозяйки дома готовы добавить лаванду в свое блюдо Не часто, не часто, да Но сегодня мы приготовим к лавандовым сырникам тропический соус на основе кокосового молока Кокосы в России не растут, но в магазине метро, конечно же, можно достать обычное кокосовое молоко Там кокосовая мякоть, соответственно, его пробивают с водой И все, вуаля Помимо нашего кокосового молока мы добавим туда апельсиновый сок И поставим все это дело выпариваться Стас, насколько часто ты лаванду добавляешь в продукцию? С лавандой практически не пересекается Я пробовал хлеб с лавандой Просто пробовал или пробовал запекать? Нет, просто пробовал хлеб Неплохо сочетался, я так скажу, с лавандой, было как бы вкусно То есть ты сегодня впервые будешь готовить что-то с лавандой? Да Сегодня дебют в нашем шоу Посмотрим, я уверен, что все получится просто отлично Первый, кто обнаружил полезные свойства лаванды, это были египтяне Ароматные свойства для данного цветка, они очень маслянистые Цветут целое лето, поэтому в Крыму можно все лето наслаждаться благоуханием лаванды Практически все лето Наш сироп готов, сейчас мы добавим туда лаванду Сколько лаванды необходимо добавить? Буквально чайную ложечку и этого будет вполне достаточно Мы добавляем желток в наш творог для того, чтобы у нас получились сырники Ну и конечно же мы не оставим без внимания наши фирменные чипсы, Леш О, сегодня будут чипсы? Сегодня будут чипсы Сиреневые Сиреневые чипсы А я амбассадор, а я иду просто сейчас на север поплакать немного, потому что здесь начинается нарезаться лук Нарезаться будет лук, сейчас все правильно Да, так мы же готовим бисквит Бисквит у нас уже готовится А зачем нам лук? Мы будем делать луковый конфитюрчик, печенек нашей Вот и когда говорят слово бисквит, сразу кажется что-то сладенькое такое Почти сладенькое Да, это какой-то десерт Но суровая сибирская кухня обязывает что-то приготовить и мясное Сегодня у нас печень есть Стас, расскажи, пожалуйста, много достаточно продуктов у тебя Что-то, соус какой-то серьезный там стоит, он тоже понадобится? Это соус, кстати, в Ярославе компания Метро Это уксус бальзамический, ферментированный, черный Без магазина Метро не обойтись, потому что там такие продукты, которые не в каждом магазине у нас Встречаются Вот чипсы, пищевые краски Чуть-чуть буквально, чтобы они стали сиреневые Все мы красим, красим, перекрасим Сколько раз в год цветет лаванда? Прямо чтобы масштабно в полях, мне кажется, тоже есть определенный период времени По месяцам я точно не помню Но это летний период, июнь-июль, когда делают шикарные фотосессии И мы это знаем, но ты говоришь, ты не делал фотографии, просто наслаждался моментом А ты не помнишь, где это было, это лавандовое поле? Уже не помню, я столько мест посетила в Крыму, что они меня все перепутались Ну а мы все точно запомнились В Бахчисарае, по-моему, село Тургеневка Человек делал фотосессию, наверняка себе, да? Была такая история, а когда мы только приехали, лавандовое поле, поехали на лаванду, поехали Собрались, едем, 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 не видно, все по карте, приезжаем, она уже отсвела давно Крым, он богатейший, богатейший вообще на природу, на виды, на локации, ну это супер Для тех, кто любит постоянно пофотографироваться, Крым, он уникален И исторический, и хвойный, и лесной, и степной, и лавандовые поля для вас, и рассветы, и закаты Кокосовая стружка полетела в наши сырники, я попробовала сочетание кокоса и лаванды, и мне оно очень понравилось В сырники мы добавим немножко манной крупы, которая тоже связует наше тесто для сырников То есть на 600 грамм творога мы взяли 3 желтка, условно говоря, там 30-40 грамм муки и 20-30 грамм манки Добавим немножко соли, буквально щепотку для баланса, и будем ждать, пока остынет наш лавандовый сироп Сироп мы тоже поместим сюда, и все это потом просто перемешаем Все это перемешаем Если ты используешь манку, она становится более воздушная, такая более нежная текстура, такие пупсики-пупсики Со сметанкой, со сгущенкой, с вареньем, это шикарно А Стас взял сахар, хотя у нас здесь жарится печень, лук, зачем нам нужен сахар? И куда мы его будем добавлять? Скажи, твое мнение? Мое мнение, что ты сейчас достанешь вот так из посола две кружки чая А, ну понятно Добавляем сахар в лук Чтобы у нас же будет конфитюр из лука Щедренько добавим Да, так много сахара И сейчас начнет, вот лук уже зажаривается, посмотри Ну когда мы добавим сахар, сахар подтает, и лук уже гореть перестанет у нас И он будет просто ровно-ровно-ровно жариться Я впервые это вижу, чтобы сахар добавляли в лук Но что я вижу не впервые, так это приготовление замечательных чипсов Они у нас разного цвета, разной формы Сегодня, ну это конечно же, ну самая настоящая лаванда будет Свели цветы для нас с тобой, Леша Вот теперь настала пора Да, того самого Нашего уксуса Бальзамического уксуса Серьезный запах резкий такой И добавляем сюда А для чего нужен уксус? Почему без него нельзя было обойтись? А он нам даст такую нотку, кислинку и вкус Самый главный вкус Сейчас вся кислота у нас выпарится И останется сам вкус уксуса На всю кухню, на всю кухню этот запах Что, Алексей, ты готов попробовать лавандовый сироп? Я готов попробовать лавандовый сироп Как микстура Может быть А почему не пробуешь? Ты, может это опасно Как микстура Ну, лаванда, как мы выяснили, это лекарственная трава Мне важно, чтобы тесто было однородное Именно поэтому я мешаю его рукой Сейчас мы замешаем наше тесто и попробуем его по вкусу Для того, чтобы все-таки лаванда, которую мы использовали для этих сырников, чувствовалась Стас, что-то тут у тебя уже произошло Ты выложил печень Да, сейчас будем пробивать наш паштет Ну, как обычно, Станислав в очевидный раз Я, по крайней мере, пока визуально доказываю свое умение, работаю с тестом Пахнет? Да, вкусно Не, лаванды пахнет? Да, есть Ну, там ее тоже шибко не должно быть Так А чем могу пропитать? Можешь сюда обмакнуть его Могу Осталось варенье Это, получается, сок черной смородины Сок черной смородины Мой любимый, как совпало? Более двух тысяч квадратных метров элитной мебели Профессиональный кейтеринг «Море вкуса» Многофункциональная медийная площадка для мероприятий Майплейс Вдохновение в каждой детали Здесь, на сухой сковородке, сахар Сахар Будем делать из кедрового ореха казинаку Казинаку будем делать? Да Я, кстати, люблю Казинаки? Но я никогда не видел, да Мне это Казинаки – это когда много Мы сделаем одну казинаку И ни с кем не поделимся Она будет наша казинака Казинака Я люблю казинаки Настолько сильно люблю, что пришлось вылечить 4 зуба В разный период времени Потому что очень сильно мне это нравится Нам нужно немножко загустить соус Для этого мы возьмем кукурузный крахмал Мы замешаем его немного с водой Потому что если ты добавишь просто крахмал в соус То он может взяться хлопьями Стас сегодня готовит бисквит Я-то думал, что он будет очень сладкий бисквит Ну и Стас У нас печень она любит Когда там немножко сладенькое Да, да Немножечко сладенькое Разные вкусы Но я вам скажу Шеф-повар кейтеринговой компании Море вкуса Нашего главного партнера Ерунды не скажет И невкусно не приготовит Поэтому будем очень сильно ждать уже финального результата Свой ролл казинак Мне вот кажется Как будет лаванда Вот с этим делом Лаванда с шишкой Ну когда я понюхаю шишки С шишковым Но сибирские сибирские шишки Чувствуются сразу Лавандос и шишки Это вообще что-то Гулять так гулять Гулять так гулять Пусть будет сладко Всем шишкин сок Или что это? О А понюхай сейчас Ого Просто Вот на кухне так и надо эксперимовать Но потом Когда еще получится Нарезаются Одинаковые кусочки бисквита А Таня принимается Что будем сейчас сформировать Те самые сырники Те самые сырники Мы сейчас сначала с тобой скатаем Шарики Видишь нежное невероятное тесто Это правда И как ароматно И аромат лаванды И вкус кокоса Ой какие красивые пупсики Колобок колобок Я тебя съем Стас что происходит у тебя здесь? Нужно пропитать теперь наш бисквит Ой 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 Вот этим нашим с тобой Шишково Лавандовым 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 Медком Уже можно Вот Шишка лавандовый медок От Алексея и Станислава Не во всех магазинах страны Мы берем аккуратно наш сырничек и кладем его на сковородку Сильный огонь не нужен Сковородка хорошая с антипригарным покрытием Видишь он равномерно под низом начинает Да да просто чтобы схватилось Скажи на какую температуру нужно поставить духовой шкаф Духовой шкаф мы поставили с тобой на 180 градусов 180 градусов А далее уже сколько минуты там Далее минуты три максимум наши сырники будут готовы Комментарии Татьяны с ней полностью согласен С сырники если они пухловатые такие бочоночки небольшие Тогда конечно в конвектомат как бы их довести Если они у вас тоненькие в таком случае просто достаточно обжарить Ребята постарались на славу осталось только это красиво оформить Хочется еще раз напомнить о том что кейтеринговая компания Море вкуса где главный шеф повар наш большой друг Стас Является партнером нашего шоу и к Стасу я и обращусь как раз К Стасу ну что сейчас вот тот самый паштет который так бережно взбивали Луковый конфитюр хрустящий он конечно должен быть сверху Ты берешь кусаешь и получается луковый конфитюр у тебя сверху Как бы он идет сразу по небу Парфе ляжет на язык и прям пух феерё вкусов Ой серьезная битва сегодня будет я уже Таня готова? Да все готово Есть Стас все готово? Готово Ну давайте еще разок напомним нашим зрителям Таня что у тебя сегодня? Сегодня сырники с добавлением лавандового сиропа И Стас что у тебя? Сегодня у меня лавандовый бисквит с паштетом из печени и луковым конфитюром со смородиной Класс это невероятно вкусно уже хочется это поскорее попробовать Ребята мы вас благодарим эти аплодисменты для вас Сейчас вы можете отдыхать отправиться в комнату и наблюдать за процессом который будет здесь происходить А что же сейчас будет? Мы встретим тайного гостя который сможет оценить по достоинству ну и на свой вкус эти замечательные блюда К нему и переходим прямо сейчас Андрей Шарков телеведущий глава крымских богатырей Обожает есть все что вкусно а главное много и часто Правильно меня пригласили С любовью рассказывает о своем детстве в котором он много и часто ел бабушкины пирожки с картошкой и мамин Наполеон С соусом ну пожалуйста Нельзя такую профессию дегустировать постоянно Андрей привет дорогой Серьезно все 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 отпускаю спасибо Ну как тебе понравилось у нас? Ну как может не понравится есть Правильно меня пригласили Есть такая фраза очень известная актер одного ювелирного На твоем месте должен был быть я Мне многие завидуют на самом деле Но сейчас тебе завидуют наши телезрители Потому что ты попробовал блюда Которые наши шефы приготовили И нам необходимо их оценить по трем пунктам Первый из которых будет красота блюда Какое тебе визуально понравилось больше? Наверно отдам одинаковые баллы Потому что выглядела подача потрясающе Это я тебе говорю как Телеведущий кулинарного шоу Когда уже одиннадцатый сезон Это мое домашнее шоу По одному баллу отходит у нас и Таня и Стаса Всего по одному я бы даже по два дал Ну пока вот по правилам можно по одному по этому критерию Еще один балл или по одному баллу или вообще ни одного балла Ты можешь отдать за вкус Все таки необходимо выбрать какое блюдо тебе понравилось больше Чтобы я еще сейчас поел Да И унес бы домой даже И унес бы домой и забрал бы рецепт и готовил бы дома Паштет с шишкой и луком Паштет с шишкой и луком, хорошо Стасу еще один балл Ну и вот самый важный момент И там и там в двух блюдах был один общий ингредиент Определил тот для себя что это был за ингредиент А такой задачи передо мной не ставили Не ставили, вот я ее поставил Ну это точно не сыр Не угадает Нет Мясо было только в одном Если печень можно мясом назвать Белок Белок Ну на самом деле не знаю Мята была сверху Наверное листик мяты В одном блюде во втором мог не заметить Название мята Мята Хорошо Ну мы откроем завесу тайны Вот она наша завеса И это была лаванда И там и там Лаванда? Да, там был лавановый бисквит Подожи Алексей Лаванду разве можно есть? Она же пахнет Более того Ты нам доказал Что ее можно есть Поэтому Ну за ингредиент Никому не достается баллов 2-1 Пока такое на счет Спасибо большое Всегда рады видеть Спасибо за лавандовое настроение Да, мы с этим же настроением перемещаемся А я всегда буду рад к вам прийти Зовите еще Да, мы обязательно позовем А сейчас перемещаемся к нашему эксперту И даем профессиональную оценку Интерьерный центр мебели MyPlace Интерьерный центр мебели MyPlace С удовольствием встречает Профессионалов На этой кухне И я их сейчас не про себя Но Роман здесь Здравствуйте Ну что Вот какая красота сегодня получилась Вот богатство у нас сегодня Ну как обычно Хотелось бы сказать Что блюда разные Абсолютно Это завтрак Ну это наверное Как мы находимся опять же В винном регионе Прекрасный Тапос Я думаю Какому-нибудь видному сопровождению Да Пройдемся по визуалу По визуалу Да Собственно я за то что все что находится в тарелке Можно съесть Я думаю шишку Мы навряд ли с собой осилим А здесь Больше гармонии эстетики Но тут же как обычно Татьяна постаралась Со своими великолепными чипсами Визуал больше эстетики здесь Здесь Хорошо Один балл Татьяне отходит Сейчас ароматика Прекрасно Пахнет куриной печень Лукавый конфитюр А мне можно? Лаванды только нет Да Нежнейшие красивейшие сырники Аромат лаванды чувствуется Мне кажется это будет очень вкусно Это будет безумно вкусно Я уже тоже готовлюсь Итак За ароматику За ароматику Сюда Здесь один балл Хорошо Ну и самое-то главное То ради чего Мы все это устроили Чтобы я И вы Попробовали Насладились данными вкусами Да Ароматами Ну вот Коль это завтрак Я предлагаю начать с сырников Конечно У меня же самые слюни пошли опять Что делать Остановите планету Это ваше Это наше Это мое Это снова мое Давайте приступим к обсуждению данного блюда Лавандовый бисквит С казинатами Паштет из печени И конфитюр Как бы с луком Мне это больше напоминает Тапас Как бы закуска к вину Что бы я сделал бы Ну во-первых Я бы наверное конфитюр Положил бы сверху на паштет Как бы чтобы Сразу насладиться Как бы полной феерии вкуса Потому что без лука Он будет немножко суховат А он говорит то Все вместе То не все вместе Короче Ну вот кстати говоря Стас нам оставил выбор Мы можем В принципе И положить И так Поэтому Даша молодец Пробуем без лука Первый раз И бисквитинато Ну Я Из пензы Слушай, как ты говоришь Не поваляешь Не поешь Вот Так вкусней Ну Теперь мы успешно справились С первой частью С первой половинкой Нашего задания Угу А теперь предлагаю Вот Насладиться Второй половинкой Здесь мы добавили лук сверху Угу Как я рекомендовал И сейчас Вот ты сам оценишь Прав я или не прав Как бы это сделать Аккуратно Просто получается Ну Я просто лицо побольше Угу Угу Ум Ум Прав Супер Еду в Сибирь Так что давайте как бы по вкусу Вкус здесь Да Есть Ну на самом деле очень сложно Среди двух совершенных блюд выбрать Они разные Но они Идеальные Они идеальные Правда сегодня Получилось просто потрясающе Роман спасибо вам большое Это было Экспертное мнение Да ну а сейчас Мы будем ждать здесь На кухне Наших шефов Это правда было очень сильно вкусно Настолько что мы правда не смогли определить Кто же сегодня лучше Поэтому у нас сегодня боевая ничья Мы вас поздравляем Каждое блюдо достойно самых громких аплодисментов Оваций Но нам теперь нужно определить Что же мы будем готовить в следующем выпуске Ребята может быть вы уже как-то договорились Ну а может быть по традиции выберет это Алексей Ну коль у нас боевая ничья Да Ну раз выбираю я У нас были и завтраки, обеды, ужины Очень много мяса Не хватает еще морепродуктов Как мне кажется Я обожаю мидии Просто я их люблю Если вы не против Удивить меня Мидиями Мидиями Хорошо Алексей Вызов принят? Принят Отлично в следующем выпуске готовим мидии Ну а сегодня было просто потрясающе И что хочется сказать в конце Не пропустите сезон цветения лаванды Иначе мы придем и всю ее приготовим Но это будет бесподобно Это была кулинарная битва север против юга До встречи совсем скоро Пока-пока Ууаа Все 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 Субтитры сделал DimaTorzok